И всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала YouTube. Для вас играет Саша Пуговкин или Годриди. Кому как удобнее. Добро пожаловать в мир Ведьмака. Утиная охота. Я надеюсь, никого не раздражает, что я всегда говорю утиная охота, а не дикая охота. Продолжаем мы искать вопросительные знаки, скажем так, скрытые места. Или как они у нас правильно называются, это нужно, чтобы летсплей грамотно обозвать, своя метка это неправильно. Неизвестное место. Ну, да, продолжаем мы искать неизвестные места в деревне Белый сад. Следующее место у нас, я так понимаю, находится под водой. Тут я немножко продался. Я сейчас Из лагеря Нильфгардцев посмотрел я Мне нужна изумрудная пыль для того, чтобы сделать серебряный меч. Так, тут лодка какая-то посередине. Тут вообще что-то. А Геральт под водой бодается, интересно, или нет? Нет, меч он не достает. Зато утопцы прекрасно под водой бодаются. Так, ну и видимо сейчас будет вайп. Да, сейчас будет вайп. Ну, благо дело, сохранение у меня тут близко от этого места. Очень интересно, а как же мне плыть к этому месту, если вокруг плавают утопцы и утаскивают меня под воду. Очень, очень интересно. Очень интересный этот момент, как можно быстрее плыть к лодке, что ли, получается. Сейчас попробуем. Так, 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 братан, тормозни чуть-чуть. Ты что-то куда-то разогнался. Вот. Поставил я метку, теперь сохранимся. Настоящий ведьмак. Да, да, настоящий ведьмак. Я не игрушечный. Так, ну и плыву я... Галопом. Плыву к лодке, надеюсь, что... То, что указано на карте, находится в лодке. В лодку Геральт не запрыгивает. В лодку Геральт не запрыгивает. Снова утопцы вокруг. Снова утопцы вокруг. Это всё, что ли? Так, и быстро-быстро плыву я к берегу. Что хоть я там нашёл-то? Никто не видел случайно. Сейчас это сделать невозможно. Жаль. Жаль. Почему? Почему невозможно подпрыгнуть? Так, смотрим в инвентаре, что еды у меня получается нет вообще. сердитые заметки. Сердитые заметки, по-моему, мы читали, да? Да. Сердитые заметки мы читали. Так, таким образом... Что утопцы-то отстали от меня? Таким образом, мы исследовали ещё одно неизвестное место в Белом саду. Смотрим дальше. Что у нас ближайшее? Ближайшее вот здесь вот. Единственное, что я сейчас... Так, плотва, где я у меня? Какой-то статья она здесь. Сейчас я помедитирую. Давайте до полуночи. Или до утра. Да ладно, давайте до полуночи. Посмотрим, сколько сейчас просто хп восстановится. Это впечатление, что нисколько не восстановилось. Еды у меня нету. Самое интересное, что еды здесь купить негде. Потому что, помните, последний замес, который был в кабаке перед тем, как мы встретили Еми? После этого замеса кабак попросту закрыт. Поэтому придётся пользоваться ласточкой. И едем мы к месту, к очередному неизвестному месту. Так, как лучше проехать. Как лучше проехать. А, ну вот раз мы едем здесь, по этой тропинке, то лучше вот это вот место исследовать. И так вот по этой тропинке и едем. так вот по этой тропинке и поедем. на énormément дастenga вот, идем, даст sistema screen registra�. это можетрут Qur'иин, и вот этой тропинке. там, 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 здесь есть. почему меч почему вернее меч гор почему геральт авто автоматом убирает меч этом это для меня на самом деле непонятно почему он автоматически убирает меч в ножны когда вокруг столько врагов еще да но волков конечно раскидывает он уже просто как щенков каких-то как волчат уже конечно это все невероятно просто просто невероятно радует бодрит прокачка конечно же чувствуется чувствуется тем более на боли и страданий так ну и убираю я ласточку поскольку появилась кое кое-какая еда в инвентаре ласточку я убираюсь отожрем сейчас печенью мясом волчьим и едем к следующему неизвестному месту вместо силы оп 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 так у нас уже бой да блин что все время тапта нажимаю ну так конечно тоже нужен так на серебряный меч у меня теперь без смазки смазка против призраков у меня есть вы не можете выполнить это действие во время боя призрак шестого левела окей я ретируюсь раз я не могу выполнить это действие во время боя теперь я уже не в бою смазываем серебряный меч ведьмачей выбираем знак ирдан и вперед вот так вот вот так вот прекрасно прекрасно призрачная пыль мутаген из призрака эссенция призрака и еще одно очко умений еще одно очко умений ну тут то что я могу тут сказать ребята 3 третью серию третью серию мы уже исследуем неизвестные места по карте так единственно мне нужно сейчас другой знак выбрать другой знак выбрать третью серию мы уже исследуем неизвестные места в этой деревне третью серию подряд уже я нахожу эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, наверное, что, давайте до конца уж увеличим урон от быстрых атак на 20, прирост очков адреналина плюс 4, давайте уж до конца добьём, да, быстрые атаки, смотрите, опять скидывается, очко умения у меня не использовалось, какая-то фигня, я не знаю, что это такое, и почему это так происходит. Так, смотрим, мощь знаков плюс 10, если ставим, ничего не происходит, ну, ну да ладно, в принципе, мы-то знаем, что всё в порядке. Так, очередное неизвестное место у нас здесь, вот через дорогу, в лесу, где моя плотвичка. Ага, с волками ещё не покончено. Также напомню, что у меня взята обилка, которая увеличивает силу не только урона мечом, но и силу знаков, когда у меня набирается адреналин. Вот такую обилку я взял, поэтому... А, кстати, кстати, ребята, помните, я говорил, что когда у меня появится арбалет, скорее всего, я смогу охотиться на диких животных. Ну, давайте-ка мы сейчас это проверим. Смогу ли. Ну, конечно, дикие животные на месте-то не стоят, я вижу. Да, в диких животных, конечно, нужно ещё попасть, но ладно. Это пока что остаётся... Тайной, покрытой мраком. Мы же едем осматривать очередное неизвестное место. Полвторого ночи, без двадцати два. Прекрасная лунная ночь. Кладбище, чья-то могила. Или это просто камни. А может с лошади, Герлит, стрелять-то? Может. Ой-ой-ой, слушайте, арбалет... Мне вот что... Во второй части не нравилось. Во-первых, абсолютно никакое прицеливание. Ох ты. Видимо, ёбарь. Ох ты, как-то я зажат. Как-то я зажат. Оказываюсь, я зажат как-то. Да что такое? Какой ублюдок тут, а? Где он? А, вон он. Блин, смотрите, как он хорошо стреляет. Ну-ка. Ох! Ох! Поплатился. Поплатился чувак за то, что так метко стрелял. Вот. Ну, очередное неизвестное место. Сейчас я его разграблю, естественно. Ласточкино травой я тут нашёл. Естественно, сейчас я его разграблю. Обчищу все эти трупы, которые я здесь нашёл. Ну, арбалет по-прежнему, ну, как-то лично для меня он не вписывается в интерфейс боя, в боевую систему Ведьмака. Хотя, если его прокачивать... Ну, никогда я от арбалета не работал. Во второй части сколько я... Я говорю, я вторую часть даже первого босса, по-моему, не валил. А может, валил, не помню уже. О, охотничьи сапоги. Составной болт. Гидроген. Ну, всё это нужно, всё это, я так понимаю, ингредиенты. Просто ингредиенты. Ну, давайте глянем. Алхимия. Алкогест. Вот я могу уже готовить сам, но, благо дело, алкогеста у меня, по-моему, немерено в инвентаре. Самум. Ослепляет противников в радиусе взрыва. Уничтожает гнёзда чудовищ. Тоже можно изготовить. Но не буду пока что. Масло против проклятых. Отвар из древнего лешего. Отвар из полуденицы. Косточка. Косточка. Говорю, кошка, ласточка. Это всё есть. Киноварь. Гидроген. Да. Ну, это всё алхимические ингредиенты, которые можно будет потом самому добывать. Пока что нет возможности. Но рецепты есть. Рецепты, тем не менее, есть. И это уже, конечно же, радует. Так, у нас тут волки рычат. Так, ну и насколько у нас далеко следующее неизвестное место? В принципе, недалеко. Вот здесь вот где-то. Завы. Топ. Топ. Это болото. Не знаю даже, что это. Ой, не в ту сторону я щеманулся. Тут опять собаки, барабаки прибежали. Пытаются мою плотву загрызти козлы. Козлы тупорылые. Вон ещё там бегают. Вокруг плотвы. Ну иди сюда. Волчара. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Ваншот. Причём, почему-то такое впечатление, что двоих сразу. А, одного, походу, плотва копытами забило. Ну, прекрасно. Пожаловаться я не могу. Хотя бы... Уже хотя бы с волками. Да, в принципе, и с дезертирами. Геральт себя чувствует очень даже ничего. Опять же, повторюсь, если бы я исследовал эту местность с самого начала... Так, тут у нас кто? Тут у нас, в принципе, только утопцы могут нас поджидать. Видите, ядовитые газы. В принципе... Скелликский гамбизон. Ядовитые газы, в принципе, уничтожаются. И, в принципе, и без принципа. Плот бербетки... Ну, это... Ненадолго, но уничтожаются. Причём, это нужно... Можно и нужно использовать в бою. Когда вы дерётесь с утопцами... Я думаю, что будут здесь и пиявки. Обязательно должны быть. Без пиявок будет скучно. Если на болотах не будет пиявок. Основным элементом неожиданности пиявок является то, что когда они... Перед тем, как умереть, они пытаются максимально близко подползти к вам и взрываются. И они отравляют вас пиявки. Поэтому я использовал специальный элипсир в своё время. Мчу я уже напрямую, потому что волков тут немерено. Я уже мчусь напрямую. Смотрим, кто нам здесь противостоит. Слезай, слезай, слезай. Куда пошла? Так, тут гули. Гули, гули, вы мои гули. Гули, гули. Прямо на ходу я отжираюсь мясом. Во всяком случае, пытаюсь на ходу я им отожраться. Так, тут, кстати, у нас заброшенное поселение. Если всех гули изничтожить... Эй, братан, отстань от платвы! Иди сюда! Попробуй докопаться до меня. И в очередной раз я смотрю, ну... Блин, никак не вписывается арбалет. Да что это такое, а? Никак не вписывается арбалет в боевую систему. И так, зачищаю я разрушенное поселение. Сразу рассвет почему-то ни с того ни с сего. И возвращаются селяне сюда. И тут, по-моему, сейчас один из селяний должен говорить, что... Если у меня родится сын, я его Геральтом назову. Это из тех спойлеров, что я видел. Из тех спойлеров, что я видел в интернете, из тех обзоров. Да не за что, братан, шо ты, мне не сложно, господи! Братва, мне ж не сложно, но создан я для того, чтобы... Людей защищать от нелюдей. Ну что вы, как неродные-то. Не за что, не за что. Купец, купец. Пипец какой купец. Здорово! Да, покажи-ка мне свои товары. Так, ну и что у него есть? В принципе, кроме куриных ножек... Причем при по-офигительно дорогой цене, ничего интересного у него и нету. Продам я ему сапоги кавалерийские. Так, охотничьи сапоги у меня есть. Ну, те, которые на мне-то получше. По броне, может быть, и похуже. А по статам-то получше. Так, скину я ему охотничьи перчатки. Это что у нас тут? Скелитский гамбизон. Легкий доспех. Плюс сопротивление ударному урону. Сопротивление рубящим ударом. Нет, ну это я менять, конечно, не буду. За сколько толкну я? За 23 всего. Кстати, изумрудная пыль, которую я хочу... И не просто хочу, она мне нужна. А для того, чтобы скрафтить новый серебряный меч, стоит 512 гульденов. Ну, это, знаете ли, весьма... Весьма недёшево. Что ему ещё можно скинуть? Из того, что у меня много... Ну, вот собачье сало. 10 штук можно продать. Во-первых, сумки разгрузятся. Во-вторых, у меня действительно его много. Плод бербеки можно, опять же, половину продать. Ну, 10 даже штук. Бербеки очень много вокруг. Ну, 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 что за бак-то? Так, волчья шкура. Вот волчья шкура весьма неплохо. Смотрите, у него даже денег-то не хватит. Продам я ему волчью шкуру. Смотрите, неплохо волчьи шкуры стоят, оказывается. Тупой топор. И всё, продавец у нас остался. Без денег и даже, можно сказать, без штанов. Знаешь, ведьма, у тебя всякая болтает. Откуда боги привели? Я вот не забуду, что ты для нас. Ага, ну. Ничего не остаётся. Только молиться и просить. Все вы, мастера, языком шлёпать. Мне всё-таки интересно. Наверное, при должной прокачке арбалета можно будет убивать. А если туда бомбу, интересно, кинуть? О, я убил лань. А, я убил лань. В основном из-за того, что они себя неадекватно ведут, конечно же, не... Не из-за какого... Не из-за замедления... Не из-за замедления времени, но лань так или иначе я убил. И оленя убил. Ну что, подножный корм. Подножный корм, то, о чём я и говорил. Вообще, я думаю, да, арбалет, если качать, арбалет либо бомбы, и будет действительно адекватное слоумо прокачиваться, то... То, в принципе, арбалетом, как минимум, с арбалетом, как минимум, охотиться можно будет. Так, ещё здесь у нас неисследованные места. И здесь вот неисследованные. Оба в одинаковом удалении. Мельница. Сломанный мост. Я сам-то где нахожусь? А, я на лесопилке. Я на лесопилке. Сейчас быстрое перемещение до сломанного моста. А, вот тут табличка. Быстренько перемещаюсь я на сломанный мост. Ставим меточку. И айда. И айда исследовать очередное неисследованное место. Исследовать, прошу прощения за тавтологию. Искать, вернее, очередное неизвестное место. Тут опять мёд. Опять... Едовые соты сейчас я добуду. Ну, регенец, значит, регенец. Как сказать, полезные ископаемые. Не знаю даже, как их назвать. Правильно. Ну... Уруру! Забавно. Чем дальше влез, тем ближе вылез. Забавно. Всё это выглядит. Тут у нас что? Ага. Труп. Тут у нас чем можно поживиться. Орены. Так. И судя по звуку, место силы. Судя по звуку, место силы. У меня серебряный меч. Опять не смазан. Серебряный меч у меня без смазки. Но, если что, масло против призраков есть. Судя по звуку, место силы. Это место силы. Отсюда изливается магия. Вместо силы, соответственно, плюс одно очко умений. Соответственно... Ребята... Я пересмотрю... Конечно, видео Антона Логвинова. Может быть, я что-то понял не так. Ну и давайте уж добьём. Давайте уже... Добьём. Быструю атаку. Всё равно я ей пользуюсь больше всего. Таким образом, полностью я выкачиваю уже... Быструю атаку. А я мог бы это сделать... Хотя быстрой атакой я не пользовался на Грифоне. Но, тем не менее, в общем... Я так думаю, что после того, как я исследую все... Неизвестные места... Мало того, что я уже как бы... Хорошенечко так прокачал персонажей... Я, в принципе, наверное, ещё... И смогу позволить себе... Кто у нас здесь? А, дезертиры. Люди. Ух ты, падла. Какой же у них радиус обзора-то, а? Не давайте ему протохнуть! Они... 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 Ред в шею. Ну окей. Вот так вот. Кто ещё хочет мне оторвать башку и насрать в шею? А? Ублюдки, есть желающие? Нет, похоже, что больше нет желающих оторвать мне башку и насрать в шею. Видал я много таких на своём пути и веку. Странно. Мне знаете, что интересно? Вот сырое мясо у меня есть, а чё жарить-то его вообще, что ли, никак? Загасить. Поджечь. Сырое мясо. Странно. Неужели нельзя никак его пожарить? Либо... Либо можно, но я об этом просто не знаю. Либо как-то можно, но я об этом просто не знаю. Метеоритная руда. Ага, сундук. Рецепт. Отличное масло против зверей. Оу, ес. Вот это вот круто. Правда, пока что я не видел... Пока что я не встречал в округе ни одного опасного зверя. Но, тем не менее, это круто. Отличное масло против зверей. Ну что же, на этом, уважаемые подписчики, зрители канала YouTube, заканчиваем эту серию. Осталось у нас буквально два неизвестных места. Я думаю, в следующей серии мы уже закроем эти неизвестные места. Вот. Вот здесь вот у нас два неизвестных места осталось. Больше, во всяком случае, я не вижу. В следующей серии мы их закроем. Может быть, съездим вот сюда вот Нездо Чудовищ. Попробуем скрафтить Серебряный Меч. Ну и после этого продолжим. Продолжим двигаться с Гер. После этого я сделаю видео. Пересмотрю видео Антона Логвинова. Может быть, действительно, я что-то неправильно понял. Если я все правильно понял, то я сделаю опровергающее видео. Что не нужно слушать Антона Логвинова. Это все гониво. Что нужно исследовать, на самом деле, до того, как вы... То есть, первым делом, что вы делаете, это нужно выполнять ведьмачьи квесты, сайт-квесты и исследовать неизвестные места. Вот. А потом уже идти по основной сюжетной линии. Это будет гораздо проще. И увидимся совсем скоро в мире ведьмака. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...